МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скандальный процесс. Березняковский суд рассматривает просьбу Марии Алёхиной об условно-досрочном освобождении. Какой смысл в сохранении храма, если к нему не будет доступа? Трудная дорога к святыням. Церковнослужители и прихожане храма Иоанна Притечи обратились к городским властям за помощью. Это самое лучшее оружие от мира. Урок мужества. Березняковские школьники побывали на базе отряда ОМОН. Это новости на ТНТ в студии Елена Вавилова. Здравствуйте. Сегодня внимание средств массовой информации вновь было приковано к Березняковскому городскому суду. Там рассматривалось прошение Марии Алёхиной об условно-досрочном освобождении. Заседание не обошлось без скандала. Подробности у Михаила Якунина. С самого утра сторонники Марии Алёхиной стояли у здания суда с транспарантами. Активисты движения «Война» требовали, чтобы узница присутствовала на заседании лично. Но сегодняшний процесс проходил при помощи видеоконференц-связи с Березняковской колонией. Напомню, там участница скандальной группы «Пуссирайт» отбывает свой двухлетний срок, половина которого уже прошла. И у Алёхиной появилась возможность выйти условно-досрочно. Конечно же, Мария не упустила возможность воспользоваться этим правом. Но до сути вопроса суд так сегодня не дошел. Сначала осужденная попросила обеспечить свое личное присутствие в зале заседания, мотивируя это тем, что канал видеосвязи прослушивается администрации колонии, и она не может получать оперативную консультацию от своего защитника. Выслушать мнения участвующих в деле лиц, суд не находит оснований для удовлетворения заявленного ходатайства. Сразу после этого Мария заявила отвод судьи. Но и тут Алёхиной снова отказали. Тогда осужденная потребовала отвода прокурора, мотивируя это тем, что он испытывает к ней личную неприязнь. Судья Михаил Шагалов отклонил и этот отвод. И тогда Мария решила, что вообще не будет принимать участие в процессе. У нас один человек после отказа суда обеспечить мое личное присутствие и участие в заседании, нарушение мастерства. Правда, есть право, я объявляю в ладок. Принимать участие по видеосвязи и отказа с наставленным этапированием. Скажите, Алёхина, ваше решение окончательное? Окончательное. Окончательное решение. То есть вы не желаете участвовать в судебном заседании, правильно суд понял вас? Ну и судебное заседание. Это суд, еще не знаю. Я не буду в этом участии. Помимо этого Алёхина запретила принимать участие в заседании своим адвокатам. Суд объявил перерыв в процессе до 10 часов завтрашнего утра. Михаил Якунин, Степан Некрасов, Новости на ТНТ. Трудная дорога к святыне. Церковнослужители и прихожане храма Иоанна Прикечи решили через нашу программу обратиться к властям города. Верующим тяжело добираться до церкви. Мольбы и просьбы православных выслушала Наталья Луначева. На праздничной литургии в день Великого Святого Николая Чудотворца в храме Иоанна Прикечи совсем мало народу. Служители храма обеспокоены этой ситуацией. С тех пор, как перекрыли площадь Решетова, многие горожане просто не могут добраться до святыни. Я 13-й год при храме. И такой вот первый год. Обычно в этот праздник просто люди не вмещались в храм. Сегодня буквально с 6 часов утра мне звонят наши бабушки, плачутся, что они не могут прийти в храм в силу того, что очень тяжелый доступ к храму. Я, конечно, отправляю в их Никольский храм, но там они все перепростыли. Большая часть прихожан – пожилые люди в возрасте от 70 до 80 лет. Посещают святыню они часто, потому что, как признаются сами, живут одними молитвами. Чтобы добраться до храма, старикам приходится пройти нелегкий путь. От бывшего ДК Калищиков, где останавливаются автобусы до здания храма, около километра. От обиды и усталости у них наворачиваются слезы на глазах. Я уже не молодая, у меня очень болят ноги, голова кружится. Я сама плохо хожу, но у меня дочь инвалид. Мы с ней выходим рано и всегда опаздываем от того, что она еле-еле ходит, несколько раз упадет. И такую даль вот тут проходить очень тяжело бывает, очень тяжело. Кое-как доходим, а потом еще стоять ведь надо. Я когда пешком иду, когда такси вызываю, так трудно, тяжело ходить сюда. С храма идем, потом мы с храма идем, и сколько это. А все такие, как говорится, ноги болят уже. Мне уже на 8-10, да. Нога болит сильная, нога. У меня вот эта левна три раза ее травмировала, все еле-еле. А в храм охота походить, потому что грехов у нас много. Работники храма и сами прихожане надеются, что власти города обратят внимание на их просьбы и организуют автобусный маршрут, который будет курсировать до церкви. С одной стороны, очень радостно и благодарно руководству Уралкалия и нашей администрации города, что на храм обратили внимание и храм действительно спасают. И вот на следующей неделе будут проводить серьезные работы, чтобы храм не разрушился и сохранился. Но скажите мне, какой смысл в сохранении храма, если к нему не будет доступа? Наталья Лунычева, Лев Сабуров, Новости на ТНТ. Зато в Никольский храм сегодня пришли десятки березняковцев. Ведь День святителя Николая Чудотворца. Для строящегося Никольского храма это престольный праздник. О чем прихожане просят святого и на каком этапе находится строительство храма, расскажет Евгения Кокшарова. Этот крестный ход прихожане Никольского храма совершают в честь святителя Николая Чудотворца. Согласно житию, он родился в III веке в Малой Азии, в провинции Ликия. Всю жизнь он помогал людям в бедах, одаривал бедняков и исцелял больных. Это больше чудес святитель Николай совершил после своей телесной смерти. Но он жив, он жив и с нами, с христианами, он рядом. Он слышит наши просьбы, он слышит наши молитвы. Поэтому он, так и называемый, угодник Божий, скорый, предстатель и помощник наш, святитель и отче Николая. В День Николая Угодника всех прихожан, которые ютятся в сокольном этаже храма, объединяет только одна просьба. Быстрее бы возвести святыню под купола. И многое лето сегодня звучит в честь строящегося Никольского храма. Прошу действительно многое лето всем нам. Прошу здоровья своим детям, всем людям, всей нашей стране, чтобы о благоразумии наших всех руководителей, нашего города, чтобы храм построился, потому что без Бога мы с вами ничто. Со слезами молюсь, чтобы только дожить до храма. Пусть люди услышат мои слова и пусть люди подумают каждый. Только об этом и прошу первым делом. Я прошу, чтобы он действительно каким-то образом оказался в действии перед Богом, чтобы строительство храма ускорилось. А между тем, после долгой зимы и слякотной весны, рабочие возобновили строительство храма. В ближайших планах залить бетоном пол первого этажа и сразу после этого продолжать возводить стены. Евгения Кокшерова, Максим Колчанов, Новости на ТНТ. Сегодня 101 год жизни отметил березняковец Теплоухов Николай Яковлевич. Большую часть своего века он посвятил службе в органах внутренних дел. Здоровья вам, чтобы вас больше радовали ваши внуки, дети. Гостей из межмуниципального отдела Березняковский, представители пермской полиции, ветеран МВД, именинник, как всегда встречает крепким мужским рукопожатием. Сотрудник НКВД, офицер КГБ Николай Яковлевич работал в Березняковской милиции с 1957 года. Вышел на пенсию в звании майора. Для нашего отдела это живая легенда. К нему сотрудники уголовного розыска, сотрудники отдела приходят постоянно. И даже в свой возраст, в тот один год, он в здравом уме, в твердой памяти рассказывает довольно-таки интересные жизненные ситуации. И поздравляя его, действительно, ты чувствуешь, что ты прикасаешься к кусочку нашей истории, к нашему милицейскому прошлому, сейчас полицейскому. То есть очень приятно и на душе тепло при общении с ним. Дорогих гостей супруга Николая Яковлевича Татьяна Пауна, с которой они вместе уже более 70 лет, почуют своими фирменными голубцами. Ветеран признается, что долголетием обязан своим близким, которые его поддерживают и здоровому образу жизни. Я всю жизнь не курил. Сильным злоупотреблением спиртных напитков тоже не занимался. Только все. Работа, работа, работа. День мужества. Березняковские школьники побывали на базе отряда ОМОН. Ребята научились обращаться с боевым оружием, а также прошли настоящую полосу препятствий. Репортаж Натальи Луначевой. Это самое лучшее оружие от мира. Лучше его еще пока ничего не существует. АК-47М, ПП-93, ПП-19-01. Теперь для 40 ребят из двух березняковских школ это не просто сочетание букв и цифр. Урок мужества, который организовали на базе отряда ОМОН, не прошел даром. Из первых уст школьники узнали о характеристиках каждого из 12 видов огнестрельного оружия, которые находятся в арсенале военнослужащих. Данное мероприятие в рамках патриотического воспитания молодежи довести до ребят, что армия, надо служить, надо защищать интересы нашего государства в армии, ничего страшного нет. У меня могло бы приехать? Ага. У меня даже ходить неудобно. Вес этого костюма сапера 50 килограммов. Примерить его на себя решились только самые смелые. Отжимания допускаются либо ладонями, либо на кулачках, без разницы. Время ограничено, давайте за минуту, кто сколько отожмется. После небольшого экскурса в будни сотрудников ОМОНа марш-бросок по полосе препятствий. Впечатлений было так много, что некоторые ребята не только утвердили в своем решении идти в армию, но и в будущем намерены пополнить ряды ОМОНа. В дальнейшем хочу в ОМОНе работать. Просто желание есть не где-то в кабинете сидеть, а уже конкретно в спецподразделении, уже опираясь на какие-то навыки. В ОМОНе хочется работать и все. Наталья Лунычева, Алексей Бисеров, новости на ТНТ. Мы делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, если вы сняли на видео необычные события или происшествия, если вы знаете то, что будет интересно другим, поделитесь этой информацией с нами. Автор лучшей новости недели получит вознаграждение 3000 рублей. Мы ждем ваших звонков по телефону 20 16 20. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды и программа «Будь в теме». А я прощаюсь. С вами была Елена Вавилова. Всего вам доброго и до скорой встречи. В Березниках 23 мая переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5-8 градусов, днем 16-18 тепла. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. В четверг солнечная активность, умеренное геомагнитное поле, возмущенное. Информация предоставлена Центром ФОБОС. Купить кондиционер в Березниках? Теперь это легко и недорого. Советский проспект 2, строймаркет Агроснаб. Все кондиционеры здесь. Технологии климата. Звони 29 25 99. Встречайте новую эпоху Тойота уже сейчас. Новое поколение. Кроссовер RAV4, дерзкий и яркий Аурис и семейный минивэн Версо. В автоцентре Березники. Будьте первыми и закажите уже сейчас. Звоните по телефону 23 78 77. Приезжайте на улицу Березниковская 77. Подробности на сайте www.toyota59per.ru Салон мебели «Диванов». У нас покупают все. Теперь кредит не нужен. Только у нас беспроцентная рассрочка на 6 месяцев. Проценты за вас платим мы. Салон мебели «Диванов». Улица Пятилетки, 35. Бывший магазин «Свадьба под ключ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова